Царю Небесный, Утешителю души стены, И живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, И в жизни подателю преди вселенной, И очистины от всяких скверны, И спасти младше души наши. Господи, благослови наше занятие. Сохрани нас в любви, согласии, не на мысли и по слову Твоему. Не допусти нам уклонения ни направо, ни налево. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 14 глава, 28 по 33 стихи. Петр сказал ему в ответ, Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Иисус тотчас просер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» Когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие уже в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно Ты, Сын Божий». Толкование. По пламенной любви своей ко Христу, Петр желает тотчас приблизиться к нему и прежде прочих, показывая силу свою Господь, подослал Петру море. Но смотри, Петр, преодолев большую опасность моря, убоялся меньшего ветра, как слаба природа человеческая. А как скоро убоялся, тотчас начал тонуть. Значит, когда ослабела вера, тогда последовало потопление Петра. Это научило его невысокомудрствовать и послужило успокоению прочих учеников, которые, вероятно, позавидовали Петру. Кроме того, это показало, как выше их Христос, который так долго ходил по водам, между тем, как Петр едва не утонул. Показывая, что не ветер был виной утопления Петра, а малодушие его, Христос укращает не ветер, а малодушие Петра. Посему, когда поднял Петра и поставил на воду, ветру позволял еще дуть. Петр называется не неверным, а маловерным. Тогда и бывшие на корабле освободились от страха, потому что ветер утих. Из сего, познав Иисуса, они исповедуют Божество Его. Ибо ходить по морю свойственно не человеку, а Богу. Путь твой в море и стезя твоя в водах великих. По духовному изъяснению, корабль означает землю, волнение, жизнь, века сего возмущаемую, злыми духами, ночь, неведение. Христос предстал в четвертую стражу, то есть, к концу веков. От Матфея, 14 глава была, 28 стиха. Я хотел примером привести, как апостол Петр, тут говорится о маловерии его, и тогда я хотел бы здесь на другое обратить внимание немножко. Ну, тоже бы ближе. Что они не так долго со Христом находятся, но видно, что они верующие люди, и что они знают Слово Божие, ученики. Потому что он как говорит? Он сразу не бросается вот туда. Он говорит, если это ты, повели мне, если это ты, он говорит ему Христу, если это ты. То есть, он удостовериться хочет. Точно это Христос. Если это сам Господь, учитель, тогда да, тогда я готов идти. А вдруг нет? А почему он так думает? Да потому что сатана, он может хоть кого-то призрачного. То есть, плохо видел Господа, плохо видел. Еще ветер, голос срывает там, понятно. Ну, кто был, когда сильная буря там, что там поймешь-то сильная. И однако сердце подсказывало, что он, а если это сам Христос, я помогу ему, наверное, сейчас подойду к нему, а то что он там один-то делает? То есть, вот, что, чего не хватило нашему народу в этом, в семнадцатом году. Вот не хватило вот так вас звать. Господи, если это от Тебя, то тогда мы принимаем эту революцию, принимаем этого Ленина, Троцкого, если это от Тебя. Вот не задали этот вопрос. От Тебя мне сразу кинулись во все тяжкие. И уже к концу восемнадцатого года велика, громаднейшая Россия вся была в Советах, то есть под коммунистами. Вот сейчас даже так представить, там колчаковские войска в двадцатом году отступали, 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 отступали. И они там только за три месяца доехали от Красноярска до Читы. Четыре почти месяца добирались. Не могли доехать по железной дороге. Ну там то одно, то другое. Но однако, здесь же только большевики пришли уже считай за весь восемнадцатый год, даже еще там где-то уже в сентябре месяце. Все, Россия уже вся красная была. Как так можно было принять? А потом уже пошли. Кронштадтское восстание матросов в двадцать первый год. В двадцатом году Антонов, до двадцать первого года, кстати, он был Антонов. Там Тухачевский поливал газом этих крестьян. Всего, как сейчас подсчитывают, всего было поднято в России больше ста двадцати народных восстаний. Практически по всем губерниям с девятнадцатого по двадцать третий год поднимались восстания. Против Красного? Против Красного. Нам просто это никто ничего не говорит, цифры они. Как бы уже давно было. То есть народ-то понял, а прозрел, а поздно уже все. Что ж вы, за кем вы, за кого, кому голосовали, кому руки поднимали-то? Что ж вы натворили-то? А потом дальше уже пойдет еще хуже. Вот пример, какой нужен был бы спросить. Господи, а это ты ли нам все даешь-то? А как же? Сказал же он, что вам землю, значит, добро делает, а вам рабочие фабрики, а остальных просто убьем. А этого не услышали. Как так вы этого не услышали? Что остальное? А другим-то что? Ну ладно, а купцам что? Не знаем, что. Да купить их. А офицерам что? А что нам офицеры? А зачем они нам? Нам ни армия, ни деньги не нужны, ни банкиры. Их тоже убьют. А потом-то и до вас доберутся. И крестьяне сначала, и рабочие до вас доберутся в 37-м году. До всех добрались потом. Вот что значит не вопрошать Господа. Столько лет валились. А куда смотрели священники в этот момент? Почему они правильные проповеди не говорили? Почему в народ не шли, не объясняли? А красные банты понадевали почти все в 17-м году. Тоже смотрели. За кого? И вот только теперь, вот, душа в 18-м году, в 2018-м году, только теперь выпускает, вот, идет патриарх Тихон, и красноармейцы толкают его прикладом, народ кланяется ему. Арестовали его. Ну, это какой год? Это, наверное, 20-й год первый раз его арестовали. В 22-м, может быть. Вот, первый раз опубликовали они какой-то рисунок, как это было все. А так все боялись до этого священники. Все в ногу идти со властью. Как мы разговаривали, ну, перед этим. И нам батюшка говорит, ну, сейчас же не такая власть уже. Власть-то не такая, а дух-то как где, куда делся. И, причем, главное, дух-то не у власти, а у церкви дух такой остался. Скажи, Агазий, что там? Как крестьян-то трогали? Как немцы наши? Не читай. Ну, ты что, скажи, книга-то исторических написана. Да как везде? Ну, не везде, но не писано. Я не слышала. Слышала так о мертвецов. Роковые яйца. Роковые яйца об этом Булгаков написал. Читай. Евангелие от Матфея, 14 глава, 34-36 стихи. И переправившись, прибыли в землю генесаретскую. Жители того места, узнав его, послали во всю окрестность тут. И принесли к нему всех больных. И просили его, чтобы только прикоснулся к краю одежды его. И которые прикасались, исцелялись. Толкование. Так как Христос прежде долгое время пребывал в земле генесаретской. То жители ее узнали его и по виду, и по чудесам. И обнаружили все столь в теплую веру, что желали прикоснуться хотя к краю одежды его. И те, кто прикасались, получали исцеление. Так и ты прикоснись к краю одежды Христовой. То есть к скончанию жительства Христова воплоти. Ибо если будешь веровать, что Христос родился, умер, воскрес и вознесся, спасешься. Так как одежда есть плоть его. А край сей одежды означает конец его жизни на земле. Не вспоминается, я еще в армии прочитал. Присылали новую Нобелевскую премию немецкой там ученой Ауэрлфон Юхан. И он в этой своей Нобелевской речи сказал так. Коммунисты умеют при помощи справедливых, на первый взгляд, идей ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Обмеривая чужой рот. Сколько тебе прожиточного минимума? Они арты нам измеряют. Не свои дачи, не свои там гаремы. Ловко прикрывать свои сатанинские намерения. Вот это надо сюда смотреть. Что сегодня с нами делать? Они еще уже прошло. Мы сами что-то делаем. Нас не касается нигде. Ни юстиция, ни патриархия, ни зарубежная церковь. Вдруг начинают. Бог не оставляет нас. Он переливать хочет. Мы засохли в этом. В таком... Ну представь себе. Это даже нельзя... Мы ничего не делали. Нас Бог так сделал. Остальные на 13 юрисдикций. Кто куда там. Незаконные епископы. Мы ничего не делали. Только молились. И вдруг... Слабое звено. Слабое звено. Вот что удивительно. И заметил. Моисей пошел к Богу. Что занимается брат его аром, священник. А он в это время выливает идола, чтобы вернуться назад. Да я из-за народа. Народ просится. Ну что? Ну просится. Ты во имя Егова поворачивай назад. А почему во имя Аписа? Действительно. Вылил Бог. И тогда Моисей что сделал? Раздробил все. Развел и все. Но это обошлось во сколько. Сколько тысяч погибло? По шатрам. Три тысячи семьсот. Кто народ Божий? Народ Божий это священники. За мечи. Вот фильм Моисей показывает, когда он молится. А они убивают его вот так вот глазами. Такие глаза, он только смотрит, там мечи сверкают. Завтра рыдали все. От края до края. В каждом доме покойник. Сколько шатров, столько покойников. Вот так. Идем дальше. Дальше. Можно как-то маленько, а лучше это написать. Кто написал? Сделать я как печатными буквами, чтобы прочитать можно. Накрутили буквы какие-то. Нормально, напишите. Чтобы в разрыве были буквы. Не надо их там слитно. Ну просто пишите, чтобы любой мог считать. Вот когда пишут вот это заявление, я говорю, пишите печатными буквами. Не имеете печат. Сегодня хоть печатать можно. Напечатает. Один такой писарь был. Пришли к ему, говорит, надо написать ему. А я не могу. Почему? Говорит, нога болит. А при чем тут нога? Рукой напиши, мы отнесем. Нет. Что я напишу, только я сам должен и считать. Там никто не прочитает. Мне идти надо. Я письмо напишу и должен отнести его. А там прочитаю. Вот отсюда вывод-то сделай. Ой, мне так тебя не хватает. А мать решила, что не хватает. Мозгов не хватает или ремня. И все, 13-летняя красавица села, поджала хвост. А мне тебе так не хватает. Так не хватает. И кому еще? Дуры. Говорит, дуры назвать, так она еще не до расслабляет того возраста. Пошел вперед. Евангелие от Матфея, 15 глава, 1-2 стихи. Тогда приходят к Иисусу Иерусалимские книжники и фарисеи и говорят. Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб. Толкование. Хотя книжники и фарисеи были во всех местах иудеи, но иерусалимские пользовались большей честью. Они-то особенно были завистливы, как люди более других, честолюбивые. Иудеи по древнему преданию имели обычай, не есть неумытыми руками. Видя теперь, что ученики нарушают это предание, книжники и фарисеи подумали, что они презирают старцев. Вот дети рисуют, мне напоминает один мужик восхвалял абстракцию в рисунке. И продаёт, и люди берут, и он обещает объяснять. Вот этот красный свет, это восход солнца, а вот это чёрное означает тьма, это другое. И наконец он сказал, и рисунки всё, покупают, деньги дают, и 200-300 долларов. Но он наконец решил показать художника. Приходит с самочкой шимпанзе, открыл ей, где красят, краску. Она вот так берёт кисть, разогнулась, и вот так кисть маклёт, и между ног и по стенке. А он ей мольберт навёл, и всё. А люди тут объясняли, какой свет, какой размашист это перистые облака. Там есть чем объяснять, совсем было. Вот так объясняют, марксизм, ленинизм преподавали. Там ничего нету, потому что тогда цельное, когда за гробом покажешь, что будет. От этого-то отрезал, ничего и нету. Вот она маленькая, 13-летняя, хочет замуж. Но она соплячка не видит, что там ждёт её. А он кучерявый такой, у него и копыта красивые, и блестящие. Ну-ка, Шарик его спросил, пропёс, а ты что за мерзость такая на ногах? Почему? Сияющая чепуха. Да. Она не понимает ничего, и что ты на неё смотришь, что? Ей так тебя не хватает. Пошли. Вопрос. Можно вот... Говорили о коммунизме. Коммунизм это идея рая на земле. То есть она идея утопическая, и человек духовно-религиозный понимает, что его обманывают. Никакого рая на земле не будет, рай будет только там, на небе, за гробом. Вот. И тогдашние власти, коммунисты, то есть они восстали на церковь, церковь была эта гонимая, то есть они не смирились именно с этой идеей, с идеей коммунизма. Сегодня батюшка говорит, что власть сейчас другая, бояться её не нужно, значит, сейчас у власти демократы. Тогда те люди, которые слепились с коммунистами, ну просто они были не духовные, они с ними слепились. Сейчас то же самое. Давайте разберём, что такое демократия с точки зрения во свете Библии. Что это такое? Может быть тоже мы будем думать, да это ничего страшного, это же не коммунизм, это демократия, это очень здорово. А кто демокрит сказал об этом? Из всех видов зла демократия есть наихудшая. Это ещё в древности, в древнем мире понимали. Демократия, то есть демос, народ сам. А народ-то что? Кухарка? А кухарку что? Она не знает, как правильно сварить, даже суп. Даже яйца с мяткой не может сварить. Но это кто? Ленин говорил, что управлять государством нужно кухарка? Фамилия-то фальшивая, Ульянов фамилия. А Ульянов это Юлиан отступник. Это прям показано было, он с этим закрылся. А я не свой, я баба Лена, сын Ленин. Я говорю, а что это за парень по деревне? Я говорю, да это Ленин брат. А что, я говорю, у тебя брат Ленин-то стал? Ну Лена и Барабаш, это брат. Ленин брат. Идея демократии, демократия это народ управляет сам собой. То есть как беспоповцы. У него не опыта, ничего нет. Народ как народ, надо знать. Как управлять? Почему говорили, если бы Гитлер говорит, к моим генералам, моим столпам до стен русских солдатов, храброго такого, было по-другому. Вот где бы ни показывали японскую войну, все время подчеркивать необычайную храбрость. И показывать, сколько их берут в каждой части. Например, 20, 40, 50 свертники. Японцы. И все время тренируют. Советские, когда пошли танки, но они впереди, как с немцами мы воевали, здесь, говорит, у нас опыта никак нет. Любой кустик, любая земля, он лежит под землей. Но маленько обидит, выскакивает, а на нем килограмм 30 тротилу. Он подскакивает к танку, свиляет, говорит, он рядом рванул, говорит, все равно ничего нельзя сделать. Поднимают 50 самолетов, летят за тучами. И за тучами там видно, а их там и не видно. Ну дальше они падают вниз, на крейсер, на авианосисто. И всей команды, там их 50 самолетов, все шибли, опять прорвались. И пять ударили, пять торпед, что-то будет. Они выпивают там какой-то, соке это дают, и мы дальше летят. Они поднимаются, а колеса, или назад сесть нельзя, колеса отдельно отрываются, по аэродрому катятся. Вот такие мы должны быть, фанатов, смертники. А здесь все куда-то жмутся, там к Сталинскому голенищу, говорит, жали все время, а сегодня к патриаршим ризам. А человек, а какой бал остался? А почему? Надо родиться свыше. И водительство Духом Святым. Тогда мне это не надо ничего. Я официально признаю, епископат, не против, конечно, нет. Все, с меня больше ничего нельзя спрашивать. А как над нами, какой епископ? А вот когда это думали, какой епископ? В это время рвануло, ничего нету. И теперь священник идет, ковыляет, Никифоров Болгин пишет. И в катонке все, все, что требуется, водой катонки. Говорит, нас Бог выдал, а ночью и на сеновало где-то. Да тайно пойти куда? Мира помазать там, кисточка, больше ничего нету. Осеный там, чего-то и конец, риза на каждый праздник. Зеленые, красные, желтые. Сколько этих рядом помощников, они его застегивают. Ну, как коня на битву-то. Все это. Засупонивают. Мне звонит полковник и говорит, а вы не видели, патриарх выступал? Я говорю, нет. А он говорит, что, его в детстве не научили самому одеваться? Сколько человек дают? Дальше вытаскивают вазу, он моет руки. Дальше один стоит на плече полотенце, на шее ему дают полотенце. Куда мы пришли? Что за цирк? Люди спрашивают. Мне как раз. Я смотрю, я все принимаю как есть. Я воображаю. Я артистом не бывал, но на литургии я артист. Только на литургии. А почему? И же херувимы тайнообразующие. То есть мы из себя представляем не Никиту Михалкова, не Быстрицкую. И же херувимы тайнообразующие. Мы из себя прообразуем херувимов. Я херувим. Подойди ко мне. Я могу так мечом сверкнуть. Херувим осеняющий. Поставил в ране пускать, чтобы все время сверкал меч. Ну, маленько. И же херувимы это единственная наша сцена, где мы чью-то роль выполняем. Роль херувимов. Мы их не видим. Ничего про них не знаем. А они же херувимы тайнообразующие. А люди говорят, да они не херувимы образуются, а мы херувимов представляем. Мы, которые здесь стоим, с собой являем херувимов. Даже перевод-то не знают. Ну, а как это? Артисты? Мою роль, как они сыграют-то? Ну, когда Сталин ставит фильм «Победа», кажется, называется-то. Ну, и Жуков, где он идет. Кого Жуков? Мы показали разных артистов, как они играют. Освобождение. И впервые председатель Ульянов. И он говорит, вот этот пускай играет меня. Ну, действительно он сыграл. Очень похоже. Вот так. А мою роль кто сыграет? Володя? Руку поднял. Я хочу немножко вспомнить книгу Тавита. Вы говорите, как они будут роль играть. Обыкновенно приходит ангел в Затове, вместе идет, выбирает невесту. Они там за этим, за золотом они пошли, за серебром вернее. То есть они спокойно входят, преобразуют себя, человека. Тоже роль своего рода у них. Задание такое от Бога. Мы начинаем отвлекаться. В виде человека ангелы являются. Единственное место, где мне приходится бы эту роль артиста исполнять. Так, грубо говоря, это вот здесь. Быть и самим собою. Я даже сегодня предложили мне Иосифа сыграть. Я никогда нигде не играл. Почему? А моя биография блага, чем всех ваших пьес. Одно стихотворение. Озвучьте вот это вот и фильм поставленный. А такой бы Иосиф был у нас. Враги с собаками. Я представляю, как собака с биноклями в машинах. Мои следы вынюхивает в реке. Не ищет, а вынюхивает. Вот это все показать. Ну напишите Никите Михалкову. Дорогой, скажи, брат, приезжай сюда. Тут тебе такой сценарий приготовили. И ни один не напишет. Стихотворение ему надо послать. Что надо? Стихотворение послать. Стихотворение послать. Послать стихотворение? Ты права. Сначала адрес установить надо. По интернету. Сказать, приезжайте. По интернету у него есть свой сайт. Да, у него есть. В биографии моей там ничего нет. Меня гонят, я убегал. От меня если не зависело, Христос сказал, бьют в одном городе, беги в другой. Я никакими там достоинствами не блясал. Я живу, они разбедали, что я ем, мне мед, я насчитывал жития святых. Они все видели. Любимый нас секта златоустов звали. Со златоустов путь житийный пройден. С той стороны показывают земной шар, и я оттуда выглядел, уже умер. Они меня не достанут, я ушел. Леш, это такой был бы фильм глубокий. Тетяна спрашивает, как начинается ваше стихотворение? Пример к себе своим воображением. Ты к каждому обращаешься. Всему, что прочитал и что услышал. О чем? О моей биографии. Просчитал, услышал, хорошее, плохое. Для снайпера сегодня я мишенью. И показать, как снайпер, и показать. Перекрестивая у меня в волгу летит. Пуле, и вдруг она отворачивает. А стрелы мимо, мимо. Они за мной гонялись, и как, не знаю. Я вот кто-то спрашивает, за вами где-то гонялись, а зачем гонялись? А за мной гонялись. Особенно было в метро, когда я на метро, и там сверху кричит, а то он, 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 там, внизу, держите. Я сказал, только тут милиция уже стоит. Милиция в метро, все метро перекрытые были, ждали. Они потеряли меня в Караганде. Это нельзя даже вообразить. Я говорю, у меня сторож работал со мной, он бывший шофер. Ивана Пантелеевича Мироненко, начальника конторы, это знал. И он просит, Толя Жданова, а за меня могли бы подежурить? Я говорю, что, да мне надо ехать, а я потом за вас. Я говорю, мне как раз это и надо. И он уехал, я приехал за меня, а теперь КГБ вдруг меня потеряло, каждый день я выхожу на улицу, а сегодня нету. Они на работу, он говорит, он на работе, его дежурство, он приходит, а там Толя Жданов сидит. Он говорит, а где он? Да он, да как вы могли? Он говорит, ты чего на меня кричишь-то? Я нуждался в нем, а не он во мне. Я обязан отработать. Начальник ушел, проходит где-то, тогда зам его, Рыжков, Михаил Федорович, пришел. Так ты знаешь, где Лапкин? Он говорит, нет, не знаю, он уже на севере. Он сейчас говорит, его там на Енисею видели, уже сообщили. Вот и все. Я именно преследуемый, как серно в горах, как только не травили, как не брали. Здесь как ловили, когда мы КГБ окружили, мы с Срединощи-то убежали. Я говорю, делать как учил товарищ Ленин, подбое и в разные стороны. Ведь мы на мастозавод вышли, а оттуда прошли, туман, туман был такой. Идем по Пролетарской, и за нами увязались. Улицы перекрытые были, ночью. Мы бежать. Он говорит, бежит за нами, Леша хорошо слышит-то. И мы тогда в одну калитку-то сунулись, и сразу, я щеколу держу, и он точно добежал, дергать нет никак, и побежал дальше. Ну, а мы тогда пересекли усадьбу, там вторая усадьба, на сарай. Я первый, а Саша Долгов за мной, он здоровый такой, вот этот. А Каберта спит, он знать еще не знает, и внуш бах-бах, накануну я спрыгнул-то. Вот, наверное, собака попятилась. А он за мной, я бегу калитку открывать, а этот прыгнул, Саша-то, а бежать. А тут вот так, вот на высоте проволока, тяжелая, и собака по ней, за ним здоровый Каберта. А он вперед ко мне. Мы только на улицу выскочили, но не больше 10 метров прошли, чш-чш-чш. С двух сторон машины, арестованы. Я посмотрел в гражданское, говорю, а что вы еще не милиция, за нами гоняйтесь, а мы повыше милицию. Все, поехали дальше. Я это все испытал. Это боевики настоящие, показать, как бежим мы ночью, в тумане, снег, и как мы падаем тут, и как арестовые дальше везут. Ну, ни один этого не может показать, как бегущий по льду. А в книге же вы не написали? Это не я делал, это Бог делал биографию мою, как Солженицына. Ее нельзя сделать, эту биографию. Сейчас вот я скажу, миллион тебе даю, сделай, чтобы меня гнали в КГБ, и они скажут, с чего ради? Кому ты нужен? Геннадий Тихонович, вот эти моменты вы же в книге упустили для Слова Божия нету. Да нет, есть. Тут все описано, вот для Слова Божия нету. Там все описано. Подробно? Я что-то не помню. Там подробно все. Ты веночки просто не помнишь. Я считаю, насчитываю Златоуста. У меня вот так он сделал, вот этот Гавриил Апотец. Тут два микрофона, там все самодельное было-то. И глазами в окно смотрю. Одно окно у меня только. И гляжу, машина стоит. Значит, все в порядке. Машина стоит, они не выходят. Но если от меня кто-то идет на вокзал, всех до одного обыскивают. А тут только приехал классный Саша из армии, пришел сейчас священник. И я ему дал полный комплект Златоуста, все. И он не уехал. Я зашел и говорю, Саша, ты не вышел? А вокруг меня уже облава. Я уже вижу, что следят. Ну, прошло, может, полчаса и готовое дело. А он не ушел. Все пленки, все пошли. И он. Какие он показания давал Саше? Здесь все написано. Гридин, который обратился, стал бывший как епископ у сектантов. Его письмо здесь. Это второе издание, ламинированное. Здесь книга, 752 страницы из одних документов, что печатали в районной газете, в краевой, союзной, за границей. Вот оно как. Это второе издание. А когда мы по больным ходили за нами машиной, за машиной то бежали тут же? Ну, там, не надо на ничего. Я просто говорю. Я просто сказал, как Серапион это говорит. Спокойно. И гора винулась. Они еще не знают. Я не добиваюсь этого. Внутри меня такое. Не надо режиссера никакого. Тут все написано. Матфея 15 глава с 3 по 6 стихи. Он же сказал им в ответ. Зачем вы приступаете с заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим толкованием. Фарисеи обвиняли учеников за то, что они приступали заповедь старцев. А Христос обречает их самих в нарушении заповеди Божией, ибо они учили, что дети ничего не обязаны давать родителям, а должно положить, что имеют сокровищницу храма. В храме находилась кружка, в которую усердствующие делали вклады, и которая называлась газа, а сокровище, собиравшееся в ней, раздавалось бедным. Таким образом, фарисеи, внушая детям ничего не давать родителям, а полагать, что могут казнохранилище храма. Учили их говорить отцу или матери так, что чем хочешь воспользоваться от меня, поступило в дар, то есть посвящено Богу. И как книжники делили с детьми имение их, а родители оставались на старости лет без пропитания, так же поступали и с взаимодавцами. Если кто-нибудь из них давал взаймы деньги, а должник потом оказывался неисправным и не отдавал долга, то говорили взаимодавцу, то, чем я тебе должен, есть карван, то есть дар, посвященный Богу. Таким образом должник, взявший взаимые деньги, делался должником Божьим и по неволе отдавал долг, который книжники принимали от него. Так фарисеи лицемеры поступали и учили детей презирать родителей и через то нарушали заповедь Божию. А вы подумайте, матерное слово от русских человек все время, даже какой-то продает не русский, не может говорить, а матерится по-русски. Вот я, где был, киргиз, совсем не разговаривает, так как матюгаться надо по-русски. Почему? Проклят злословище отца и мать. Вот фильм штрафбат, и он там заругался у него за грудки, да ты как, ты мою мать не видел, ты как, да это просто так, как просто ты сейчас сказал, я твою мать. Ну, ты сказал это, сказал, ну, все, и в штрафбат, и там он не вернулся. Сейчас вспоминают, как Сталин ехал, и на одной станции там остановились, это Пенза или где-то. Ну, первый вышел, Борошилов, по-народу, и все Ворошилов, Ворошилов, все, Ворошилов, но выходит следом, там еще какой-то и этот здесь, а потом Сталин вышел, как хахнули, все, чуть не попадали, еще маленько, и Буденный тот, ну, мать твою, и Буденный здесь, и Сталин все время, как увидит, Буденный идет, ну, мать твою, Буденный идет, это больше всего ему понравилось, там просто удивились человека, это мать твою, это у русских это удивление, и оно смысл не заложен в меня, то есть я такой крутой для связки слов, я говорю, мерзость, глустость, усвежать, еще получится, еще, пошли, надо понимать, почему русский народ так презираемый, чья мать так согрешила, Ульянова или чья, почему все в мать да в мать, а какую мать, я об этом стал думать и вижу, именно та, от которой родились вот эти выродки все, вот есть такое щека, кажется, называется, как молодежь брали, как они их убивают, убивают, а потом оттуда за ноги вытаскивают, машину грузят, мертвые все, это Владимир Солухин все это описал, и сейчас фильм поставили, там даже смотреть второй раз не будешь смотреть, голые, там женщины, мужчины, парни, подряд всех, они никого убеждать твое слово товарищ Маузер, как так, кажется, писал Маяковский, еще бы застрелился, Маузером играл, никого нигде не переубеждали, а зачем переубеждать, нет человека, нет проблемы, как Сталин говорил, нету, не надо, а то есть, я вот правильно понял, что книжники, они еще и должников подговаривали не отдавать по долгам, а говорит, ты нам отдай, а мы уж с должником разберемся, а должнику скажи, ты Богу посвятил то, а сами эти деньги присваивали, то есть, сейчас бы взяли бы кто-нибудь на наше время деньги в банке, да, приходит коллектор, верни долг-то, я Богу посвятил, все, вот батюшка, все, батюшка подтверди, да, да, он все, Богу, все, свободно, у них это узаконено было, у них-то это узаконено было, то есть, они заповедь предания старцев, то есть, умывание чушьи, их старцы так научили, родителей не почитать, то же самое, надо родителей докармливать, а ты не корми, что он так проживет, зачем, ты в храм главное не сей, то, что в храм принесено, то книжники делили, тут написано, с детьми, ты, родители, не давай, главное в храм приноси, а то, что в храм принесено, они этим пользовались, этим деньгами, из кружки вот с этой на бедных, тоже брали, из газа с этой, ну конечно, а зачем им, кружку и ложили, зачем им, Христос-то их обличает, вы заповедь Божию научаете, Божья заповедь говорила, почитай отца и мать, то есть, докармливают, пенсии тогда не было, вот, а им мало, этим книжникам, в кружке-то, что-то бедным, не хватает, да бедным, много ли надо, боку хлеба, там кинули, сухарей, а жертвовали много, жертвовали много, и сегодня-то вот тоже, вот мы заговорили, что такое московская патриархия, карманная структура, Сталина и Берия, то есть, они, во-первых, люди и жертвовали, деньги тоже, жертвуют же люди, не ведая, кому жертвуют, вот, плюс еще тайна исповеди, то есть, контроль, и доносы, и доносы, то есть, человек задумал, что-то сделать, исповедовался, раз донесли, его арестовали, мы тем самым, сохранили, безопасность государства, то есть, государство, безопасность государства, это земное, временное, временное рай на земле, мир, а Христос говорит, когда скажут, мир и безопасность, когда вы добьетесь, всего вот этого, у всех будут, камеры слежения, все за всем, следить, даже исповедоваться не надо, все, что-то там, украл уже, все, себя поймали за руку, тогда пройдет конец, и сатана, он всегда будет, как бы, ратовать за, за это, мир и безопасность, кто хочет мир и безопасность, поднимите руки, да, сейчас все поднимут, кто не хочет, все, и мы хотим жить в мире, и в безопасности, но, продли, Господи, древнее время, продли, да, я молюсь, не охота воевать, буквально, можно такое, может, другое вопрос, вот, если действительно, террорист, террорист хочет, действительно, что-то совершить, какой-то теракт, и он пришел, священнику, говорит об этом, ну, священник обличает его, говорит, не делает, он не слушается, что священник должен сделать, оставить этот, штайн на исповеди, пусть он всех поубивает, ну, я вот не знаю, ну, вот что он должен сделать, например, ты, батюшка, пойдет, что делает, в следующий раз, ты, с этого вопроса и начнем, как, батюшка же, она всегда говорит, вот написано в слове Бога, вот этот, этот должен делать, тогда спасешь душу, это священник должен ему исказать, ну, скажет, скажет, я все равно, если умирующий человек, как он не судебает, а на исповедь пришел, зачем он придет, на исповедь он же, на исповедь он приходит, чтобы каяться, то есть, в том, что он сделал, он уже сделал теракт, он уже покаялся, и, и, батюшка ему может простить этот грех, может не простить, может сдать его властям, может не сдать, если батюшка видит, что он не собирается больше, никого убивать, он покаялся, все, зачем ему сдавать, зачем ему, все, он сам себя наказал, он теперь будет работать, своими руками, ну, тех уже не воскресишь, кого он поубивал, но если это вор кающийся, то он теперь, то есть, получается, по твоей теории, священник, разгласит тайну исповеди, рассказав полиции, о том, что этот-то этот, совершил теракт, это ее теория, нет, она спросила, что должен сделать батюшка, как батюшка поступит, а ты говоришь, что он на следующей исповеди спросит, он совершил, да, тогда я тебя сдаю, не правильно, я не виноват в том, что вы меня не так понимаете, ну, давай еще раз, есть такой человек, который говорит, я отвечаю за то, что сказал, а не за то, как вы его поняли, понятно, что ты сказал, Лена сказала, террорист приходит на исповедь, и говорит, я хочу совершить теракт, простите меня за глупый вопрос, это где-то таких террористов видел, исповедь, если он приходит на исповедь, я совершил теракт, господи, прости, а где-то, а как, зачем мне идти к папу на исповедь, если я хочу теракт совершить, если я задумал, а потом, ой, что же я думал, и покаялся, советуется, Сережа, она правильно сказала, они приходят, исповедуются, молодые, и говорит, бабушка живет, и не умирает, приходим, батюшка, благоставите нас отравить ее, бабку, это мне отец, священник рассказывает, но они на исповедь приходят, они на исповедь пришли, мысли-то надо каяться в них, такие мысли-то, я правильно думаю или нет, это вопрос не так, когда совершит, а когда совершит, зачем ты, Бог, мне нужен, меня милиция найдет, там будет исповедовать следователь, я к тому, что если человек приходит на исповедь, он кается в грехах, а если, а как ему кается в том, что он хочет это совершить, он советует, ты же тыкаешься в том, что на сердце тебе только пришло, но ты еще даже это не вспомнил. Где покаяние, когда человек говорит, благословить и отравить батюшку, покаяние в том, батюшка, он приходит не к батюшке, она говорит, Господи, прости, я хотела бы бабушку отравить, она уже достала, тогда да, батюшка говорит, ну больше так не думай, и никого не трави, прощаются тебе грехи, данную власть имей от Бога. Это уровень исповедников, ты дальше уже не иди, исходи из того, что так сказали, а что они имели в виду, что имел батюшка, он думает, нарушая говорят, нет, так лучше сдать ее где-то в интернат, так не берут, мы хотели. А Лена-то задала вопрос, вы были такие, что лучше, раскрыть тайну исповеди, либо допустить смерть людей, если он говорит, он пришел на исповедь, говорит, я хочу совершить теракт. Ну вот Петр первый сказал, тайна исповеди была потеряна, и народ отшатнулся от церкви. Кисляков Спиридон и говорит, я встретил там одного, когда с заключенными занимался, он об этом и говорит. Я батюшка на исповеди сказал, что я с народовольствами был, с этими, которые тогда были они, про эти, плехановцы там разные, но что, да я ничего не делал, несколько, он возведает, скажу, его сразу арестовали, арестовали, кажется, 20 лет, царское правительство-то. И он говорит, я вот 5 лет здесь, говорит, я никогда ничего не делал, только женился, и все разбито, ну, граф Монте-Кристо. Он ничего, но он письмо Наполеону доставил, а я и не знал, что никому доставлять-то. Все арестовали, а почему им это нужно было, имение его, все, как Иуда Бен Гур. И все, Месало забладел, а что дальше делать? принять как крест. И Бог его вывел оттуда. Как крест, принять от Бога. И Бог видит, при умножении страдания, умножается и терпение. 10-13, 1-й Коринфянам. Я понял это. А что надо делать сейчас? Украинцы все время меня, каждый день долбят. Ничего не надо делать. Мы должны принять это. Патриархия никого не хотела отпускать. Засосали зарубежную-то. Не получилось. Теперь вас засосали самих. Я вижу, что это от Бога. Это от Бога. Почему? А тут Вселенский Патриарх Порошенко пришел. Они вместо Филарет Денисенко, чтобы его избрали, Патриархом-то. Он пришел в монашеском одеянии, сел уже, они как Патриарх. А чтобы они его возвели теперь. Голосовать. А проголосовали за другого, за митрополита Михаила. Он говорит, раз такое дело, я тогда и не буду вообще, не буду, все опять расстроится. Они давай уговаривать, Михаила-то этого, ты сними свою кандидатуру. Он говорит, на меня избрал народ, моя кандидатура-то. Тогда Порошенко, Петр, пришел, и говорит, ради государственных целей. Сними себя, пожалуйста. И он отступился. Какое избрание-то, когда все, руки выворачивали. Какое за рубежом было-то? Они видно, что не то затеяли-то. Не давали записать ничего. Митопоны вырвали. Да как это можно? За счет собор-то? А прикрышку сделать, это все были? Да все-то не согласны. Как в ООН. Вот сейчас 70 государств собрались, допустим, где-то, а остальные не могли приехать. Это их дело. И один против, все, вето наложили. Один против, а 90 за, и не пройдет. Вот теперь работайте с ним, чтобы он тоже согласился. Никакого большинства быть не может. Вот разные порядки. И надо смотреть, демократия. Демократия из всех МИДов самый худший. Хуже фашизма, хуже всего. Вот так понимают они. Это не мои слова. Но вы жили при коммунизме и сейчас при демократах. Мне лучше. Мне при демократах мне лучше. И лучше намного. А почему? При коммунистах у меня не было бы потеряевки. Нельзя было даже. Думать об этом нельзя. Не было свое трактора. Это нельзя иметь трактор. Не было бы общины отдельного. Вот так вот сделали мы где-то. Зарубежья не было бы. И при советской власти было бы так же, как в Северной Корее. Наличие телефона смертной казни. Никому нельзя. Я вчера был и рассуждал. Я Володе говорю, а где Василий Николаевич-то у нас? Что? И он там один. Света нет. Топить не хочет. А температура 27 градусов. Дальше. Читать нельзя, свету нету. Да и любит ли он читать. Интернета нету. Чем он занимается? И одинокий. Ну, если бы не одинокий был, так говорится, плодился хоть бы. А так один. Как это увидел. Говорит, Матрёна, ты то ли опять брюхатая. Да барыня, у нас же свету нету. Мы все в местях, да в местях. Под одной шубой спят. Чем он там занимается? Я Володя, Марина, пояпит. Ну, чем же он занимается там? Как ему тяжело там одному? А он, может быть, и нужды не имеет. А Володя говорит, наверное, к брату ушел. Или к сестре ночевать. Я говорю, да он вроде говорил, они не очень к нему расположены. Может, я ошибся? Вот я что сейчас быстренько бегал-то? У меня идет ужатие там сейчас. Ролика собрания. Собрание побежал вставить, а у меня там закачки идут, события за неделю, еще часа три надо. Я бегал, а не зачем. Я про то и забыл, что-то одна закачка уже идет. Я сейчас все сам делаю. Решил маленько разгрузить, кто помогал. Собрание большое и люди смотрят очень-очень разное. Я сегодня встал, встал где-то 20 минут первого. И уже за моем. Потом печку затопил. Потом лег. Потом встал. Утро. В 4-й в 4-й в Володя поднялся. А дальше уже все. У меня интернет это главное. Поехали. Интересно. Они вытащили ролик мой. Я нахожусь в больнице с Настей Анастасией Валерьевной. И в беседу Надежда Васильевна рядом сидит. И она говорит, я сильно болела 10 лет назад. И говорил ангел-хранитель, продли мне жизнь на 10 лет. Я говорю, что она в этом году заканчивается. Я говорю, ты может еще попросишь? Она говорит, нет, это искушение. И в этом году умерла. И это все заснято, она как говорит. И этот ролик раскопали. И меня я его вчера вытащил. И где написано объявление твои телефоны. Я его туда вставил. Кому надо, вот посмотрите, она как говорит. И Алла сидела там. А Левтина-то нету сегодня? Была. Была сейчас. Была, она лежит там, отдыхает. Поехали. Можно вопрос, Игнатий Ильич? А вот тот канал, о котором мы задавали вам вопрос, что прям очень похож и оформлением на ваш. Вы знаете, кто этим занимается? этого человека. Ну, а ты знаешь? Я нет. Ну, полностью наш, мой. И так же называется, но оказывается, не так. У него называется так. Немного по-другому. Так же. Во свете Библии открытым оком нету. Просто во свете Библии Игнатий лапки на него. Да. Все так же, как я. Мой вход, мой дом, все мое. Но не мое, а с мое оберет. И притом нигде во вред не делает. Уже узнали. Я почему-то подумала, что делают как бы дубликат для того, чтобы, ну, мало ли что случится с вашим каналом. Нет, это не дубликат только. Он еще и как бы дает разъяснение и перетаскивает на контакты. У меня столько помощников, высказать нельзя. А, он его же. Вот это инстаграм, этот какой-то. Инстаграм. Да, выставляют. Я посмотрел, я не все в этом вижу фотографии, а загладить. А теперь ставят мой вопрос, мой ответ из другой книги. Я ничего не понимаю. Говорят, там много людей, там миллиарды. А тут сколько было? Вот сейчас стращают, что YouTube будет закрытый вообще. Это, конечно, ущерб будет огромный. Огромный. Ну, у нас, видишь, прислали тысячу евро из Испании, чтобы сняли копию и теперь через КГБ перевезти, перегнать туда, отдать. Купили, все уже, все делается, работа идет. И что интересно, это самое, я говорил в первый день открытия сайта. Сайт у нас уже 10 лет. Я не знаю ничего, я сказал, помогите открыть там в Индонезии, где-то, в Скандинавии, в разных местах, чтобы не было. Я с первого дня это говорил. А теперь наши люди, которые поняли, что тысячу евро это 70 тысяч рублей. Незнакомые люди, о нас заботятся. наших роликов аналогов нету такого, чтобы то, что у нас и где-то было. Вы сказали, через КГБ перегнать туда. Да. Кто поедет, он должен... КГБ... ФСБ называется. Они должны смотреть, мне говорят, такой порядок. Ну, мы должны показать, как они будут проверять, я не знаю. Не знаю. Будто бы так. Миллиарды перегоняют, все государство перегнали, в Израиль, в Америку можно, а в пленку нельзя. Но это я говорю с чужого голоса, я еще не ходил. Неужели они будут все... А? Там устолько уже не просмотришь. Нереально. Это... Не знаю. Будут смотреть. Давай, поехали. Пусть, можно прокляться еще. Матфея, 15 глава, седьмого по девятый. Лицемеры, хорошо пророчествовало вас, истая, говоря, приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. Толкование. Словами Исаии показывает, что их отцы в отношении к отцу с большой буквы его были такими же, каковы они в отношении к нему, ко Христу. Ибо, будучи лукавы и лукавыми делами, удаляя себя от Бога, они только устами произносили слово Божие. Так напрасно чтут Бога и почитают себя чтителями его те, кои бесславят его делами лукавыми. Дела их лукавых были вот как раз в том, что ученики твои руки не моют, заповедь старцев. Что вы заповедь старцев? Вы заповедь Божью попираете, смотрите за учениками, за моими. Вы им прежде бревно из своего глаза. Вы-то что делаете-то? Родители с голоду помирают, а вы деньги и детей делите между собой с кружки не пускаете. А вот как-то разбор сектантов возражали, они говорят, что в Писании нету повеления иметь епископа, а только вот, ну, пас есть? Конечно. А где это? Ну, где это, Титу 1.5. Тит-то епископом был. Дальше говорит, доброго дела, кто епископства желает, прямо к Тимотвею пишет. И слово епископ-то заряди. Нет, наверное, я абсолютно перепутал, имеется в виду патриарх, который надо епископами еще. Епископ высшая власть, а патриарха-то нету нигде. То есть Кирилл, допустим, он и... Ну, епископ был в каждом большом городе. Что интересно, когда окружили храм, и Анфима Некомедийского, и все уже вот-вот, они ждали от них капитуляции. А они на своем... И тогда срочно крестить оглашенных-то, и вдруг среди народа оказалось 6 епископов. Они переодеты были нищими, военными, там, специалистами подземельного хозяйства, и никто не знал, кто они. Варвара-то, великомученицу, кто крестил-то? Он тайный? И вот, а охрана пропустила, а возьми этот, житей Осапова, Варлаама, точно так же. Но, роль епископа надзирать за священниками, или как они надзирают за охцами, или как? Для чего? Так, что, как говорят историки об этом, раньше слово епископ и священник равнозначные были. Ну вот я, правда, что и говорю. Равнозначные. То есть, надзиратель, то есть, он надзирает за Божьим стадом. А теперь иерархия, митрополиты появились, то есть, распространилось все это, то есть, это несколько епископов в отдельной области, митрополия, допустим, в Азии, или митрополия в Германии, а там епископы. Архиепископы это вообще никак, ничего не меняется, а митрополия, это ему вот всей подчиняется. Ну вот эта ситуация, что у нас есть, вот так бы раз взяли, а вы туда переходите. Такого не было нигде, нету, в истории этого не было. Мы даже не понимаем, насколько у нас супер уникально, непредсказуемо это все было. И они что угодно ожидали, только не этого. А что делать? А ничего, они идут никуда. Ну идите уговорить и дайте ему что-то. Так не берет ничего. Они не знают, что делать с ним. Это вот наше положение. Так они против? Нет, не против. Ну а что же делать? Я нашел человека, я знал, в Румынии было, его с одного места переводили в другой, и он не пошел. А за у него народ. А дальше полиция, у него там как в ЦПСБ, там секурита, то есть секретная служба у Влада. А тут армия поднялась из-за одного человека и революция. И сразу смелее, это вообще Ушевску, и жену его, и Лену, и тут же офицеры собрали суд, и тут же во дворы расстреляли. А теперь об этом и ФСБ замешано оказалось, это были советские, там то другое. Началось-то из-за чего? А кого за счелось, его не видел. И наконец рассказывал о людях, не наигранная пивура какая-то. Чего он ему нужен-то был, зачем он его убирал? Оказывается, он где-то выступал там в Евросоюзе или где он выступал против, и сказал, такое-то строище, Ушевску, всех людей-то замордовали, жить невозможно. А Ушевску-то много было хорошего. Такого, что ни одного демократа нету. Они брали кредиты в Международном в Элитном Банке. А там как? 20% в год. Пять лет проходит, уже 2 миллиарда взял, платить уже 4 надо. И он тогда объявил по всей стране, вы хотите быть рабами? Нет, не хотим. Давайте рассчитаемся. Как? Везде лишних людей убрать. В школе 5 учителей, 2 оставить, преподавайте. Так, свет будем давать на один только час или на 2 часа. Везде, везде, везде экономия. И рассчитался. Да ни один правитель мира этого не делал. Долги растут и растут. С Советским Союзом не рассчитываются и всем просил, списал. Это один такой КБ был-то. Николай Щеушевский. Это один всего такой человек. Они это ни во что не берут. Ну, так можно наказать. Теперь Муаммар Кадапи такой плохой. Такой плохой, такой он везде был. А он дал каждому жить. Налоги отменил. Кредит брать беспроцентно. Кто берет проценты, уголовное преступление. Он сумел это сделать. Родился человек. Ему на книжку сразу кладутся любом. Кажется, 75 тысяч долларов нефть гонит. И он не себе только делал, но и другим хорошо. Там самый высокий уровень жизни был. Все разбомбили, убили его. А вот когда революцию делал, ни один не погиб. Король выехал где-то. Они офицеры подняли, власть захватили, ни одной щенка не выбили. Обычно так. Ты делал революцию, и тебя тоже ждет, как Марата. Нет, это по-другому. Так, это не дело. Пошли. Маудар Каддафи, он озеленил пустыню. Он проложил, единственная вообще страна, Ливия, за 15 лет, он проложил где-то 800 километров подземной реки. Причем, настоящая река, такая, как там Амударья, Лисырдарья. Представляете? И все это запустил в пустыню. Там сроду никогда никого не было. Там у них сельское хозяйство началось и так далее. Сейчас опять все, развал пришло. Никто, надо же содержать такую махину. И все это река под землей. В огромных трубах показывают, как они делали их. Ну, трубы такие, не знаю, метров 20, наверное, диаметром, и туда закопанные. И полная вот, и вода, и во все, во все, во все, во все населенные пункты. Это надо было о людях думать. Это же первым делом жизнь, сельское хозяйство. И они там посреди пустынь разводили специальные помидоры, там огурцы. Вот стоит огромный комплекс, круглый. И полностью, каждый день там есть помидоры. Или огурцы, или там еще какое-то. И все это за границу везде, везде, во Франции, везде все это все по дешевке шло. И самим тоже по дешевке. У них там зарплата была, как и в Европе. Что им надо было дуракам? Непонятно вообще. Погубили мужика. А он ни за тех, ни за других, ни за красных, и ни за зеленых. Он свою политику, он не коммунизм, он ничего. Сначала начал вроде как социалисты, а потом бросил. Главное условие поставили принять, как в Евросоюз. Он должен всех пленных отпустить, которые там захвачены были. Вот это сделать. И он все это сделал, его приняли. И еще раньше направители, которые на него против были, все руку подают, целуются. Я про него все смотрел в интернете. И все равно убили, разбомбили. И Франция, и самолеты все наслали на него. Он говорит, крысы эти поднялись-то. Эти крысы его и убили. Когда стали его убивать, ну что вы делаете-то? Это же... Они никаких, тут же его пристрелили. И уже лежит, подходят, смотрят. А Клинтон смеется. Когда она увидела, как его убили, она такая, ха-ха, вот так рукавица плеснула. И говорит, Клинтон. Наконец-то. И говорит, мы пришли, увидели и убили. Радуется. Судь божья будет еще. Убили такую вот страну. А теперь не знают, куда деваться. Пошли, Сереж. Пошли. Матфея, 15 глава, 10 и 11 стихи. И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Толкование. С фарисеями, как неисцелимыми, уже не хочет больше говорить, но с народом. А если пища не оскверняет, то тем более, вкушение ее не умытыми руками, ибо только душа человека оскверняется, когда он говорит, чего не должно. Этим Господь указывает на фарисеев, осквернявших себя своими завистливыми речами. Заметь его премудрость, он не дает правила скушать пищу неумытыми руками и не запрещает, а научает совсем другому именно не выносить из сердца худых речей. Вот этот стих «Сектанты против поста» используют. Не оскверняет человека пищу-то. То, что входит. Да. То, что входит. У меня мама что-нибудь захочет в пост что-нибудь. Говорит, мам, ну нельзя. Не грех во внутрь, грех изнутри. Колбаску раз туда, не грех во внутрь. Да. Ну раз изнутри грех, тогда и не ходи в туалет, вас это грех, тогда и сиди себе эту колбаску держи тогда. Просто так рассуждаешь. Распортно. Неплохо. Симорил. Хоть бы мама не услышала. Она не смотрит интернет? Мне нет. Повезло. Я поэтому такой смелый. А так будет вам калоша Филипп Филиппович новая. Мне кажется, она у тебя крепкой верила. Два Евангелия раздала уже верить, но лет 20. очень крепкая. Это одна мне за 10 лет до начала. Матфея 15-12. Тогда ученики его, приступив, сказали ему, знаешь ли, что фарисеи, услышав Слово Божие, соблазнились? Толкование. Ученики говорят, что фарисеи соблазнились, но они и сами смутились. Это видно из того, что Петр подходит и спрашивает о всем. И так услышав, что фарисеи соблазнились, Иисус говорит, 13-14 стихи, И он же сказал в ответ, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. «Оставьте их, они слепые, вожди слепых, и если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму». Толкование. Говорит об искоренении преданий старческих и заповедей иудейских, а не закона, как думают манихеи. Ибо закон есть насаждение Божие, а потому Христос не говорит, чтобы он искоренился. Корень его, то есть сокровенный дух, остается. Попадают только листья, то есть видимая буква. И мы понимаем закон не по букве слова, а по духу. Научаемся, что когда кто добровольно соблазняется и остается неизлечимым, для того это вредно, а нам не приносит ряда. Слепыми учителями слепых называет их Господь для того, чтобы отвлечь от них народ. Народ. Можно вопрос задать? Да. Ну вот, и об акуменизме говорят, и о том, что с римским папой, там, с католиками нельзя общаться. Но почему-то нигде, вот никогда никто не говорит о сергианстве. Это, почему они так держатся? Кажется, это самое легкое, по идее-то. Ну что бы, отказались бы, да и все уже, сказали, да вы что, сколько лет уж прошло, я уж совсем другой, ну и покаялся, ну не то, что покаялся, я бы сказал, ну хотя бы сказал, что уже не то. Почему нигде об этом никогда не говорят? Или они, чего они боятся-то, тем, что они согласятся, что был такой патриарх, не очень хороший? Власть, деньги. ты ответа не знаешь? Ну, как бы мне интересно, у вас, услышать. они знают, что они плоти от плоти, и они точно такие же. И поэтому, судя другого, они осудят себя. И поэтому они, не то, что Сергия там, что неправильно сделал, предал в церковь, и прочее, они его канонизировать собираются. и тогда они на коне так остаются. А так признать, это все остальное под сомнением. Все. Действительности, хотя греческие, которые патриархи были, они покупали каждый год у турок, у султана, кто больше денег даст. И однако церковь признается благодатной. Хотя закон, канон, Семидмой, Вселенский Собор, третье правило, гласит, что если поставлен через сотрудничество с властью, или мирские власти, употребил для этого, то недействительно и сам долой. А это на каждом шагу. И всех архиереев, какие были, ну сколько их, 76, в советское время, все до одного были сотрудниками КГБ. Все до одного, у каждого кличка была, все. И когда вот в тысячелетии это было, то Хризостом иркутский, а потом он стал виленский, литовский. И он говорит, ну я осознался, у меня кличка такая-то, вербишель, а у вас-то еще молчите, у вас то же самое. Ну почему молчите-то все? Андрей Кураев об этом говорит, да, я тоже говорил, я там, но я никого не закладывал, я просто говорил, как есть. А раньше они прямо, а он говорил такие-то слова, вот как у Вольфа Мессинга гнали, нормально, разрешили институт Гитлера открыть, а ему кто-то возьми, задай вопрос, что в дальнейшем ждет Германия? Он первую-то часть сказал, вижу, много войск, Польша, Чехословатка, везде развивается, свастика, Гитлеру понравилось. А когда Прюльев-то в театре задали этот вопрос, и он себя не помнит, он в трансе находится, он ответил, Германия будет разбита, его сразу же найти, а найти как его найдешь-то? Он убежал, и поймали его, посадили, и пока я знаю, как он его охраняет, там коридор главный, потом отростки, потом самое место, и он уже все, руки опустил, а потом смотрит, охранник прошел, он так усталился на него, охранник остановился, повернулся, камеру открыл, он с ним разговаривает, не разговаривает, тот сел, он дальше, да я туда уже, который над ним сержант, и уже лейтенант, тот подходит рядом, садится, камерина, наконец, там подполковник заходит, он его тоже очаровал, и тот сел, а когда он подошел, на него смотрит, он поднимает ключи тюремные, которые, а не, там рукой ему разжал, руку-то, и так потихоньку, задом вышел, они все сидят, глаза вытрыщен, их запер, вышел, и там пропустили его, ну а дальше уже в Советский Союз, а тут узнали, что он такое дело делает, карты разгадывает, он сразу же его к расстрелу, да ты, 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 гитлер, гитлер 200 тысяч марок за тебя давал-то, да за что же меня расстрелять-то, ну его уже повели на расстрел, он обернулся, к начальнику, полковнику-то, и говорит, а тот, кажется, генерал был, он говорит, ваша дочь, ее звать Анюта, вы ее здесь не лечите, никто не вылечит, надо в Москве, и там только один врач, который лечит, он вот такие глаза на него, ну-ка, верните его назад, уже на расстрел повели, он давай рассказывать, о которой, лейтенанта прошла, он говорит так, бумаги, которые ты подал, а они уже вернулись, тебе засчитают, у тебя звание повысят, но здесь служить не будешь, другое место, и он его в головном розыске встретит, а этот теперь прилетел, а ты с Берия разговаривает, ну ты, ну ты знаешь, я коммунист, с какого года-то, меня трудно обмануть, он все рассказал, давай вези его сюда, когда в Берии-то привезли, и он начинает там это, да, дрессировать, ты думаешь, что там сидят все НКВДшники, вот из этого здания, с четвертого этажа выйти, без пропуска, не знаю, попробовать надо, так можно идти, он пошел, к каждому подходят, глаза смотрят, тот им откозырял, пошел, один документ, а у него бумажка была, он бумажку тут показал, а двое за ним бегут смотреть, пропустил, пропустил, он говорит, зачем пропустили, кого? ну прошел, никто не проходил, он глаза им закрыл, а этот, ну я спросил, и он показал, ну такое как у вас, такое же, майор НКВД, а он вышел, последний, и на улице покурил, и обратно зашел, когда зашел, Берия так руки опустил, лучше нас ни одно здание в Советском Союзе не охраняется, как ты мог пройти? да не знаю, как это получилось, и задание дали, вот 50 тысяч денег получил в банке, а за ним рядом, и он пришел в банк, женщина дает, она на него глядит, руками шевелит, пачками тащит 50 тысяч, ну это, ей расстреляют за это, то сказали вернуть назад, ты кому дала? я никому не давала, и он говорит, я не знаю, у меня дар от Бога, или от черта, он не раз это говорил, я не знаю, от кого это, но он все узнавал, где плохое, война, это дьявола, и как она его полюбила, и ему открыто было, она умрет 2 августа, и он в календаре пометил, и каждый день со страхом, еще на день ближе, еще ближе, ей врачи говорят, там облегчение будет, а он знает, она не встанет, она умрет, и вот она, 2 августа, и он стоит, зачем ему знать? Ну я знаю, она болеет, он сидит, ну еще, сейчас я узнаю, умрет она в четверг, еще я буду четверга делать, плакать, только что машину Игоря вызвать-то, увезти, чтобы в сарай не ставить, чтобы крысы нос не отъели, зачем это знать? Кто еще вперед? Не надо это знать, надо Бога благодарить, как есть, мы все смертные, каждый день надо готовиться, да, вот я гляжу, некоторые в дреме находятся, не уснули, почему? Причина одна, мало знаете, и вам это не интересно, а вот сейчас будет он рассказывать, рассказывать такое, что вам понятно, близко, почему свиньи 14 поросят, ну сразу у нас свиньи, ну вот и все, свинья проснулась, в человеке, я не человеку говорю, а в человеке, ей это известно и понятно, а тут какую-то тему неизвестно, и скукота такая, горку-то будем делать в этом году, сейчас все проснутся, а кто будет делать-то, я что-то, ну я тоже, не бы хватает, я тоже не ездец, я бы сказал, сделайте, дети, везут на горку, дети, за, за, так пускай дети-то и приедут, они уже такие дети, что как, нет, они не приедут, они не приедут, не надо, что она сделает, это надо эти ведра таскать, да при чем здесь она-то, что у вас там на девчонок-то, вон, Тараси, Тараси мощный, место могучее, Валерия пригласить, он помогал туда вам, 4 человека, вот так хватит, вот так, тут снег, подкидывать, Володя здесь есть, вот, Володя, тяжелая, горку не надо сильно, высокую делать, главное ее сделать, чем выше, тем лучше, чем круче она будет, разгонять все будет до самых ворот, да вы что беззапасного, не надо, что не надо, ты все хорошо, все знаешь, приходи помогать, давай, поехали, это не интерес, дочки-то, кто билет, зачем ее, страх, да, да, это он на ручной, сказал, успокойся, он на ручной, тогда зачем, ты это не знаешь, ну, попались, да нет, Евангелие от Матфея, 15 глава, с 15 по 20, все не хватит, на следующей неделе, вас стрелять, вчера ролик посмотрел, по танкам, какой, в России, в Советском Союзе, 97 тысяч выстрел, это было, и во фронте, 76% погибло, за каждый немецкий танк, 6 танков русских отдавали, ужас какой, а сколько танкистов погибло, безбожники, а Гитлер озаботился, его не взять, еще нельзя было танкиста, еще самоходов, 20 с лишним, поехали, тоже, 78%, вот насчет Гитлера, вопрос, один брат у нас, обиделся, на вас, за то, что вы, пример Гитлера, ставите, что он, говорил, детей не лечить, и он так, больных, больных, каких больных, больных, ну, может быть, урод родился, какой-то там, с ДЦП, я про это не говорил, я все говорил, вы не так говорили, я не так, так, я сказал, из ротрухи, поднял страну, которая всю Европу подмяла, а здесь пришли, самое передовое государство России, и кинули на самый пол, и даже сравнивать не приходится, нет, конечно, это все равно, что 100% и минус 100%, вот примерно такое. То есть, брат понял так, что вы восхваляете Гитлера, который запрещал лечить детей. Брат такой есть. Дальше не надо говорить. Можно я скажу? Брат такой есть. Игнать Тихонович, одно только говорил, которые сами не дышат, сами не едят, и никогда в ум не придут, а если придут, только будут хулить, зачем их оставили мучиться? Я скажу, как я говорил, у Гитлера все были взяты на счет дети, которые никогда не будут нормальными детьми. Они там свернут, то, то, другое. И он их всех уничтожил. Их взяли, там анализы посмотрели, абсолютно не поддаются лечению. У них, как биомаста какая. Теперь, Германия закончилась, опять столько же больных, я вот о чем сказал, и поэтому трогать нельзя, к тому же вернетесь. Это крест. Крест нации, больные люди вот эти. Все в общем с тем, что мне приписывают. Не приписывают вам. Совершенно ничего нет. Но вы разделяете взгляды Гитлера о том, что вот этих детей нужно убивать? Я не говорил этого. Не говорили? Конечно нет. Я говорю, зачем он их трогал? Это крест нации, их нельзя трогать. То есть он вас направил. Вот так вот все вывернули. Как я мог говорить? Это обыкновенная история. Если Бога нет, тогда правильно. Ну да, да. Так вот так вот. Ну да, зачем нет? Да, да. Да Бога нет тогда. Вот так говорили. Гитлер самый гениальный. А если Бог есть, это был дьявол человеческого образа. У меня тут написано так. Ну вы там говорили, вот именно так сказали, сказали, что лишних нету, забота обо всех, ну там, кто работает там и так далее. Что? Все, люди все. Не надо, не надо. Но если нету Бога. Я исследовал все политические системы мира. В армии был. И сказал, самое лучшее, это фашизм в Германии как был. С нуля. И уже прошло сколько, пять лет, и уже все граждане Германии имели возможность поехать на самые престижные курорты. Все были заняты работой. И все работали, не как-то маршировали где-то. При одном условии, что Бога нет. А я христианин, по-другому нет. Бог был. И это был дьявол в человеческом образе. Вот мои слова. Дословно. Они там написаны. Так и есть. Можно вопросы знать? Я рассуждаю наглядно. Какая была промышленность, ничего не было. И вдруг все поднято. И тайно изготовить такие танки, такие самолеты, и поднять все, в две недели покорить Францию. И в том же вагоне подписали мир, где писали капитуляции раньше Германии. Вообще. Вот о гитлерии, о гитлерии я могу рассказать, очень-очень много. 36 дней. Ну, я посмотрел, примерно 250 серий. Документальных. Я знаю, о чем говорю. Притом, фильм, допустим, или, которого убили, журналист немецкий снимал, и все, что осталось, теперь выставляет. Полностью дни Дики Гальдера, Манштейна. Что у него было, как погибцы, я это знаю, из первоисточника, который у них взяли, они съемки вели, и теперь это здесь, и все есть здесь. А что это за цикл фильмов? А? Что это за цикл фильмов вы смотрели? 96. Фильмов, это один цикл идет. Великая Отечественная война в документах. И дальше все, как в Японии, везде воюют. А потом по отдельности, которые есть. Почему насыстская идея? Что такое Гиммлер? Что такое Геринг? Почему так было? Процесс над ними идет. То есть, я это от корки до корки, без пропуска. Почему? Я заряжаю такое. У меня везде. А эта система-то сохранит. Я заряжаю так. Гитлер принес ли покаяние за все, что он натворил? Я запрос-то какое делаю? Было ли покаяние? Наконец, я выхожу на его секретаря. Юнге. И она теперь уже старуха, но видно, красавица была. Старая, сидит, курит, но ее видно по чертам лица, какая она. И она дальше говорит, когда последнее завещание делал, уже 30 апреля, я ждала, ждала, говорит, печатаю, ждала, сейчас он скажет, что неправильно было никак, а он денесу отдать, значит, руководство здесь, над войсками стоит, а там перед этим поставил Гиммлера, Генриха. Он говорит совсем не об этом. У меня точно такое же. И она говорит, я не понимала, я была молодая, я не оправдываю, я была виновата. Я не оправдываюсь, я желаю узнать из первоисточника. Это фильм «Бункер» это описывает. Да, и «Бункер» есть. Она любит, он любил свой народ, любил. До самозабвения. И он такой-то, такой-то был. Он в оригинале считал английские книги, там французские, все, с ними беседовал. Какая-то орлиная гнездо, когда строили, как. Я думаю, как же там так поднимались? Оказывается, она поднималась какое-то, а потом в горе, а в гора, там, там, там 300 метров, что ли, шахта была, которая вертикально поднимала. Что он делал? Какие там, где заводы были? Я абсолютно все посмотрел. Теперь люди идут, там смотрят, светят. Это нельзя высказать. Сколько пленных погибло? Почему? Я старался до самой сути дойти. Я думаю, так примерно. Ну, только одна серия, 96 серий. Дневник Гальдера просчитал все. Он записывал. Вот. Ромаль, все о нем, как было. Теперь шау... Как этот... Подрыв-то сделал-то? Штау... 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 Да. Как он был, показано все это дело. Как пришел к этому? Как арестовывали? Как стреляли? Валькирия. Почему? Меня это очень интересует. То есть, выше этого человечество не изобретало ничего, что у него было. Оказывается, в то время у него уже телевидение было, и при том, походное телевидение. Сейчас только узнают. И кто? Дочка Геббельса. С Геррией, говорит, там где-то. Переписывали. Да. А что это за брат такой слабенький? Евангелие от Матфея, 15-го, на голова. Слабенький. Друг. 15-е по 20-е стихи. Петр же, отвечая, сказал ему, изъясни нам притчу сию. Иисус сказал, неужели вы еще не разумеете, еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст из сердца исходит, все оскверняет человека, ибо из сердца исходят злые помысли, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кража, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Толкование. Петр знал, что закон запрещает употреблять в пищу все без разбора, но боясь сказать Иисусу, свои слова можно есть все и не оскверниться противозаконны и соблазнительны, показывает вид, что не понимает его и предлагает вопрос. Спаситель обличает учеников и укоряет за неразумие или потому, что они соблазнились, или потому, что не понимали того, что он сказал. Пища не остается внутри, но выходит и потому нисколько не оскверняет души человека, так как не задерживается внутри. Как называется то, что не задерживается? Какое слово церковное? Офидрон. Офидрон. Догадайся. А ты подумал о шоколаде. Напротив, помыслы рождаются и остаются внутри, а выходя наружу, производят неприличные действия и оскверняют ими внутреннего человека. Так, блудный помысл, оставаясь в душе, сквернит человека, а переходя в дело, не только оскверняет его, но и доводит до погибели. Евангелие от Матфея, 15 глава, с 21 по 24. Вопрос был к тому предыдущему. Я все-таки про детей, я хочу уточнить. Вот в новостях, как-то года два назад показывали ролик женщину. У нее ребенок на искусственной помпе, там вентиляция легких, через трубочки поступает питание, он не совсем вообще адекватный какой-то, ну полностью лежачий инвалид. И вот отключают свет, и она берет искусственную игрушу, она качает этот воздух несколько часов. И вот это показывается, как героизм, по отношению к матери, у нее ушел муж уже, все, она осталась, это уже ребенок, вот я, как в моем мысли, это уже как идол, он никогда не будет, если он вырастет, он начнет в сознание приходить, он ее, прости меня, Господи, может даже проклясть, что всю жизнь он в таких мучениях, он Бога не поверит никогда, он ему благодарен не будет. Почему не окрестить этого ребенка, не отключить эти мучительные эти все инструменты, не отправить его в Царствие Небесное, где ни болезней, ничего нету, и он будет нормальный, там полноценный. Фашистка. Какой возраст ребенок? Ну, года три или четыре уже, он вообще лежачий, он никогда не будет нормальный. И она всю жизнь над ним, она не может отойти никуда. Лея, ты только что сказала, что он никогда не познает Бога, не будет мать благодарить, давайте его отправим за это в рай. Вот такие твои глупые... Если покрестить, покрестить, отключить, зачем, вот это, это огромные деньги такие, это все работает. Хорошо, то есть механическое крещение, ну, а ты перед этим-то сказал, он никогда не познает Бога. Он младенец. Он младенец. Ну, я говорю, он все ненормальный больной. В смысле, он никогда в ум не придет, да? Да. А если придет, почему ты решаешь? Он ненормальный, лежит, ненормальный, у него глаза в разные стороны, он его не говорит, ничего не... Я тоже был ненормальный, в доме лежал, Игорь. Ой, ужасно, ты что, не дышал, не ел? Ну, не знаю. Лет сто назад бы даже вопросов не было. Таких детей сейчас очень много. Надо ролик этому брату покажи, который мой друг. Очень много сейчас таких детей, Игнатика. Пускай переводит свое мнение отсюда. Лучший друг, Игорь. Ответь, Игнатика. Покрестить и убить? Господи, почему убить-то? Ну, убийство же это. Ну, аборты давай делать. Отключить просто это вот, искусственное дыхание. Зачем? А вдруг она живет после крещения? Вот, Вася даже сказал. оживет, он будет дышать сам. Да, живаться. Сам дышать будет, сам есть будет. А котята-убийца. Не знаю, это неправильно, это искусственное, это искусственное все. Аборты это убийство? Да. Да. Это насилие. А вот этого ребенка, который отключает это убийство? Это убийство. Ну, ты своими руками подойдешь, его выдернешь у него, дыхалка. А зачем вообще подключали-то? Это на всю жизнь. Уже подключили, уже все. Тебе во власти отключать, не отключать. Я отключусь. Если бы мой такой был, я покрестилась, знаешь, что я царствие небесное ребенка ждет. И убила бы. Вот, отключила. А где ты такую мать видела? Где ты такую мощную мать видела, что она... Не знаю, Игорь Тихович. Прям точно знали, что царство небесное ждет. А тебя царство небесное после этого ждет? Глядите, как вот это вот ребенок учится. Это что? Это издевательство. Тебя царство небесное после этого ждет? Нет, ты считаешь, это не издевательство? Господь тебе такой, исполнил тебя, и красно-деревица, да? Зачем издеваться вот ребенка? Лена, Лена, вот приди к нам в дом, у нас подо мной живет соседка. И вот с самого... с рождения его вот до сих пор, сейчас ему уже, я не знаю, может лет уже к полуста, она за ним ухаживает, всю жизнь она за ним ухаживает. Господь, он же не дышит сам, что ли, или что, или не ест сам? Дышит, ну, ну, дышит, да. Но дышит, но этот не дышит. Никакой тоже. Он не дышит, не дышит, не дышит. Понимаешь, Лена, вот этим мы от Гитлера отвечаем. Да, дедушка. Зачем вообще подключать? Вот ты бы сама то прислась там ко двору у него. И я хочу, и Дай Тихонович, а не пас. И ты, и Дай Тихонович, ответьте на моего. Характер нордический Хелен была бы какая-нибудь. Можно прислушаться, она говорит по делу. Я понял так, что человек, допустим, правильно или неправильно понял, попал в аварию. И он лежит вместе с другой на этих поддуваниях. И как, если отключить у него сейчас, он сразу умрет. И стоит вопрос, стоило ли его вообще подключать, когда видно, что он раздавленный, и врачи сразу дали сигнал, что никогда не будет жить вот такой растительный образ жизни. А я про это говорю? Нет. Ребенок родился у матери. Молоденец. Давайте, говорит, его покрестим и убьем. Он никогда дышать не будет. помилой. Можно я скажу, пожалуйста, мне надо убедать. Не подключим, не подключим. Она не заварила, убьем она. Он рядом сидит, пока не ушли. Он сам не дышит, сам не ест. В сознание он не приходит, он ненормальный. Его все время качают искусственно легкие, кормят через трубочку, вливают, он в рот не глотает ничего, он ничего не понимает. Когда отключается свет, у него отключается вот эта штука, мать качает сама. Для чего? Не бежать надо. Можно я скажу? В нашем обществе родился ребенок, в нашем, в Ерущах. Он родился прежде времени, должен родиться был, как огнюша моя. А родился там месяца на три, раньше. Ему качали, его батюшка там в инкубаторе покрестил, как можно было. Сейчас он выжил. Он христианин, он верующий. О нем так родители не рассуждали. Матери столько раз говорили, у вас нет надежды, мама. Все. Она уже была готова, наверное, его похоронить. Ну, ребенок выжил. Галь, тут лет пять уже лежит. Не знаю, тут рассуждать так, а мы его приговорим. Это не в начале. Он хотел выпарить до рождения. Но это в Иисусе. Да, да, это не в наших силах совершать, совершать его стыла Бога. Господь попустил, но почему-то так вот произошло и с этим ребенком. Ты, если будешь мать, ты будешь просто рада, что он живой. И все. У тебя будет такое счастье не сразу, не всегда, но будет иногда такое тебя прям охватывать. Он стал идолам. Ты будешь Бога благодарить. Идолам. И вокруг этого человечка, который там лежит, возможно, столько людей его веруют. У него муж ушел, она могла родить нормально. Понимаешь, они, ты сейчас разговариваешь, они неверующие. Теперь дальше что? Ни муж был неверующий, ни этого пацаненка не покрестили, или кто там девчонка. Ни мать сама неверующая. И вокруг нее, видать, таких же нету верующих. Верующих-то нету. Были бы верующие, может, и разговора уже не было бы. Уже бы пацан выжил и начал бы дышать и есть. Мама бы говорила. А сейчас что, глазами там охать? Ты бы на месте и займал. дайте сказать, дайте, подождите. Есть сфера влияния. Врачи если делают, нам не надо туда вмешиваться. Родили, врачи делают, они знают. Мы некомпетентны в этом. Но если попал в аварии, и они врачи говорят, что уже никак он не может, это он половину мозга снесло, никак не будет. А были случаи, которые говорили, пока ни одного не было. И они бьются, бьются, бьются над ним. И вот один такой мне помогал. Ульянов Виктор. Ульянов Виктор. Он судья, краевого суда был. Я один раз зашел, ближайший, один портрет Ленина. Я говорю, а это ощущал, зачем у тебя висит? Да как его убрать? Я говорю, давай сейчас дверь закрывай. Стулье поставили, я полез и снял его. И он его повернул мордой к стене, и потом его убрали куда-то. У меня даже в книгах где-то есть его документ написал, он очень за меня был. Но вот он умер. Теперь я звоню, а его нет уже. Я не знаю, что там инфаркт или что. А дети врачи. И они его, теперь если видела, сбежавшие сзади, как два утюга они берут, подставляют под большим напряжением. Его бьет кверху. Я говорю, зашла, сейчас, другой они с ним бьются. И явно видно, тело-то подскакивает, а прямая. Жизни нету. Там нету жизни-то. Я говорю, дети, оставьте его, дети. Я говорю, стала просить, зачем? Он даже не понимает, но уже видите, он мучается. А они все знают, им преподавали. Души уже нету. Я вот прощу, говорю, оставьте. Иногда бывает, они там капельницы, всякие поддувания, и изменяется что-то. Нет. Это было у Задворного, это было у Табакова, у них одинаково у всех. И все там лучше. Табаков пошел, на мне зуб. Еще не зуб заражение. Ну, вот такое, там кинотеатрная Табакерка у него была. Вот этот президент, его внучка, вот там играет Ельцина. Вообще, мне он очень нравился. А Задворного вообще смотреть не хотел. Кощунник. А смерть вот такая. Жалко, конечно, все, но сделать еще нельзя. Иначе бы они воскресили. А вот теперь они начинают, достаточно, мы будем клонировать, овечка там, гули-поли там придумала, да уже все, ничего нету, это обман. Теперь где-то на ткани, царя Николая, когда его самурая ударил, и нашли ткань, и по этой капле крови они могут восстановить такого Николая теперь сделали. Ну, бред. Совершенно. Зачем? Как Филипп Филиппович говорит. Зачем это нужно, когда любая баба может в любое время родить? Каждый день 20 тысяч здоровых. С какими там умерли? Павла, может быть, апостолы. Абортов 20 тысяч каждый день. Каждый день 20 тысяч. А в бездарной войне в Афганистане за 9 лет 14 тысяч за 9 лет. Почему об этих-то не заботятся? Я спрашиваю, мусульманин... Мусульманин у нас в стране Рамзан Кадыров Ахматович. Принял закон аборты запретить. Это даже нельзя высказать. Во-первых, какой он молодец, а во-вторых, как мы-то выглядим. Он мусульманин. Мы были в Чечне несколько раз. Ну, маленько-то глянуть на себя, мы вообще ни о чем разговор-то ведем. Когда любая баба может родить, говорит, любое время, когда надо тебе. Как говорят, Жуков говорил, солдат не жалеть, бабы новых нарожают. Это не годится никуда. Но здесь речь не о детях. Дети родились, они не дома. Дома он бы, у нас вопроса нет. У моей бабушки было их 14. Осталось 4 живых. У мамы нашей было 12, 10 уже осталось живых. То ли народ был такой, то ли что. Но у нас Рупачиха жила, у нее 24 ребенка. И Саня рекордсмен, как кажется, Соловьева фамилия, у нее 64 ребенка. 64 ребенка родилась. Один раз она 6 принесла, 5 раз, кажется, по 5. И что интересно, она умерла когда. И умерла у нее только 4 ребенка, остальные живые. Он женился второй раз, и от второй точно так же многодетно, это сказать, по 3-4 ребенка. Что, мужики это все делали? Да. А думали, баба бесплодна. А мужик бесплодна разве не бывает? Бывает. Но Библия никогда не говорит о мужике бесплодном. Она не может зачать, она не знает, что сделать. Ну ты зайди к моей служанке, пусть она родит, но только родить не на пол, а мне на колене. Я буду кровавый и буду думать, что я родила. Это Сара, Святая Сара. Ну почему нигде не было так? Она бесплодная, Абрамов подошел к этому Елизару, сказал, Елизар, ничего не получается, переспи с моей бабенкой. Пусть она родит наследника. Он его поставил наследником, но нигде мужик не подменяет. А женщину вот так. Мы должны это все взять. Товар-то не одинаковой цены. А что, зачем эти проводами опутывать, когда нету, сколько ее лежит? Лежит под прибором уже второй месяц. А сколько, говорит, почти год. Надежда есть? Никакой. Совершенно никакой. Зачем эта игра? Когда готовые аборты перестаньте делать и все восполнилось. Свидетели Иеговы, техна такая называется, они не делают переливание крови. Их за это осуждает. Сколько людей примерло, которые вот так. Два, и те условно, два. А в Елести через переливание крови 470 детей заразились ПИДом. Калмыкия. А в Калмыкии надо на все смотреть серьезно, как слово Божие вели. Я за Гитлера. Я говорю, система, которая из праха. Когда у них миллиарды, булка хлеба стоила 2 миллиарда уже. То есть, люди получали зарплату и бежали скорее купить. Иначе вечером уже в два раза дороже. И с этого начать восстанавливать и такую державу силу взять, весь народ поднять, что полмира завоевал. Я вот про что говорю, так он дал жить людям. Уже ему, уже крышка, уже был, а люди все за него. Уже все, уже накрыли. Почему? Они его любили. И женщина дает интервью. Я была Гитлер-Югенга. Да, мы любили. Я вам по секрету скажу. Я и сейчас люблю его. Как он любил наш народ. Он народ свой любил. Они так понимают. Но это на идее нацизма. А нацизм это вопреки Евангелия. Там все народы равны перед Богом. Нордишеский характер. Тихонов там пишет. Достойная стихова истину, блажит дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего честнейшую веру век. И славнейшую бессовния Серафим. Безуствения Бога слово рожжую, сущую Бога родит суть величина. И славнейшую величину. Да, Тихонович, допускаешь испытания. Помилуй нас, Господи, помилуй нас и проставься в жизни нашей. Тебе, Господи, Боже, хвала и слава. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздеяние рук, как жертву вечернюю благоухания, приятная перед престолом благодати Твоей. Господи, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Господи, Боже наш, услыши молитву всех молящихся о нас во благо нам и исполни. Димый Создатель, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Владыка, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, слушай, ты дослыши трап твой. Хвала Тебя за всеотестственность, святой дух. Аминь. Аминь. Нужно подвижным быть. С той стороны человек видит, ты голову повернул, и он ни разу на него не повернул. Прошу помолиться. У меня женщина знакомая, директор магазинчика. Она берет Евангелие с удовольствием и раздает людям, которые хотят. Помогает в деле благовестия. Простила еще материал, сейчас опять понесу. Елена зовут. Елена? А вот этот Михалыч у нас маленький. На нашей остановке. Уберите пальто с ним. Ну вот с этой комнаты. Здесь сюда. Она тебя ела. Она прям...